Республика готовит зеленый коридор для инвесторов. Возможности региона, временно исполняющий обязанности главы Чуваши, представил в Москве членам ассоциации менеджеров. Как будет построена коммуникация органов власти и бизнеса? Об этом сюжет Дмитрия Ковалева. Интерес к республике у представителей бизнеса большой, но количество участников встречи оказалось меньше намеченного. Приглашение на деловой завтрак с временно исполняющим обязанности главы Чуваши получили порядка 40 предпринимателей. Сейчас в Москве из-за угрозы распространения коронавируса действуют ограничительные меры. И от многих запретов не отступишь. Оздоровить необходимо и экономику субъекта. Для этого подготовят программу ускоренного развития региона. В работу уже включились авторитетные эксперты, предприниматели и депутаты Госдумы. Привлекли, с нашей точки зрения, классных специалистов. Они готовили эти программы для Татарстана, Башкортостана или для других регионов. Конечно, вовлечены специалисты местные, те, кто нервно на душу. В июне фактически графт программы такой довольно серьезный, подготовленный, будет презентоваться и пойдем вперед. За столом переговоров топ-менеджеры крупных корпораций. Многих бизнесменов интересовало, какие преференции получают инвесторы в республике. Одна из мер господдержки – это налоговые льготы, плюс наличие квалифицированных кадров. Мы вкладываем ресурсы и средства в науку. Создаем условия для интеграции учреждений образования и бизнеса. В 2016 году создан межрагональный центр компетенции в области промышленных и инженерных технологий. Тем, кто готов работать на нашей территории, мы предоставляем снижение региональной части налога на прибыль, снижение ставки по налогу на имущество организации, льготы по земельному и транспортному налогу, возмещение части затрат по приобретению оборудования, предоставление земельных участков без проведения торгов. В Рио главы республики отметил, что в регионе продолжают создавать благоприятный климат для бизнеса. В правительстве прорабатывают вопрос создания технопарков для субъектов МСП на крупных предприятиях. Олег Николаев намерен возглавить наблюдательный совет корпорации развития Чувашии, чтобы наладить постоянный контакт с инвесторами. С другой стороны, чтобы постоянно держать руку на пульсе реализации стратегии развития региона, прежде всего инновационного развития. В приоритете у правительства региона – внешнеэкономическая торговля. Для дальнейшего роста объемов экспорта в Канаше создадут единый центр логистики сельхозпредприятий. Из всего объема продукции экспортируется примерно 8%. Это показатель для нас, мы считаем, достаточно скромный. Возможности для этого есть. Ну и кроме того, здесь хотелось бы добавить, что мы планируем наращивать в том числе экспортоориентированную продукцию за счет участия наших производств в рамках реализации посылок президента о создании российского зеленого бренда. Очередной раунд переговоров с инвесторами назначили уже в республике. Бизнесмены приедут сверить планы и приступить к реализации проектов. В рабочем графике в Рио главы региона и встреча с генеральным директором корпорации Т-Плюс Олег Николаев и Андрей Вагнер обсудили вопросы повышения энергоэффективности и теплоснабжения городов. Дмитрий Ковалев и Анастасия Белоногова. Республика из Москвы.